Добрый день, уважаемые радиослушатели. С 22 по 25 августа прошел 34-й фестиваль сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. В нем принял участие коллектив следственного изолятора номер 2 города Сызрани. О чем подробнее, мы попросили рассказать инспектора отдела кадров и работы с личным составом Ольгу Викторовну Атласову. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы отметить, что этот ежегодный традиционный фестиваль сотрудников Главного управления Самарской области, в котором мы приняли участие, как и каждый год. В этом году принимало 26 команд в фестивале сотрудников УИЗ. Это всевозможные колонии, следственные изоляторы, Жгулевская воспитательная колония. В общем, очень много учреждений. Было с кем побороться, было с кем посотрудничать вместе. И этот фестиваль, хотелось бы отметить, что он для сотрудников УИЗ не только для того, чтобы проявить профессиональный уровень сотрудников. Ну и, конечно же, творческие способности наших сотрудников. Потому что для того, чтобы хорошо выполнять свои профессиональные должностные обязанности, люди должны немножечко раскрепощаться и отдыхать. А творческие конкурсы – это такие, как Клуб веселых и находчивых КВН обязательно. У нас в этом году был новый конкурс введен полевая кухня, приготовление блюда на костре какой-либо. Мало того, что нужно его приготовить вкусно, его нужно было еще и красиво представить. То есть оформить, представить в каком-то либо виде или в какой-то либо национальное блюдо, в теме и так далее. И еще, конечно, традиционный конкурс, который всем очень нравится – это шествие карнавальных костюмов. То есть оно заключается в том, что это вечером на заключении уже фестиваля борит огромный костер, фейерверки всевозможные. И вот на фоне этого костра сотрудники представляют себя в карнавальных красивых костюмах, традиционно танцуют. То есть это всевозможные сказочные герои, это всевозможные национальные костюмы, которые можно… Это и огненное шоу мы там можем увидеть, и маленьких детей, которые капельками, вот как у нас выскакивают, и с воздушными шариками там танцуют и так далее. То есть это очень красочно и красиво, вот которое все ждут на заключении, вот такое вот красивое традиционное шоу. И хотелось бы отметить, конечно, основные конкурсы этого фестиваля – это, конечно, спортивный фестиваль, спортивные конкурсы. Но они имеют не только традиционные конкурсы, но и в этом году уже входят новые конкурсы. Например, у нас основные конкурсы были силовой трееборье в этом году введено, где наши сотрудники приняли участие и показали самые хорошие результаты. Молодые сотрудники, как Рысков Николай и Адаев Константин, они отжались 610 раз и 580 раз. То есть даже спортсмены, которые, ну, занимаются усиленно спортом, не смогли повторить такого рекорда. Мы очень горды нашими сотрудниками, нам было очень приятно услышать это и нашу победу, вот эту вот капельку они нам несли. Вот, конечно, традиционные спортивные такие конкурсы, как перетягивание канат, военные эстафеты, хотелось бы отметить, это основной такой конкурс, к которому нужно обязательно готовиться, потому что он очень достаточно сложный, это сборка-разборка оружия, в кобуру его нужно вставить, спасти раненого, обмундирование, пробежать по буму с препятствиями, все это на время, на скорости, еще пострелять, то есть не ошибиться там в стрельбах, не получить дополнительные баллы за непопавшие очков, вот поэтому в этом конкурсе, как и всегда, мы традиционно занимаем призовые места, и как бы к этому конкурсу готовимся, и поэтому всегда показываем хорошие результаты. И этот год не был исключением в этом плане? Ну, в этом году мы показали четвертый результат, как бы, как никогда, да, ну, из 26 команд, которые принимали участие, да, это неплохой результат, хороший, но мы будем стараться, как бы, в следующем году, по времени мы вышли самые первые на время, а вот в стрельбе мы немножечко будем готовиться. Хочется отметить, что фестиваль традиционно всегда красиво начинается, это открытие с поднятием флага, с гимном, все команды построены в спортивных костюмах, то есть очень красиво, торжественно, и закрытие, конечно, закрытие всегда у нас торжественное, всегда вручение призов, достаточно хороших, которых мы добиваемся, и, как не исключение, в этом году мы заняли призовое место и хорошие призы привезли в город Сызрань. На следующий год хотелось бы отметить, что это будет уже юбилейный 35-й фестиваль, в котором нам сказали, что будут более существенные призы, такие, как «Машина». Команда из Сызранского СИЗО номер 2, который раз уже принимает участие в фестивале? Мы ежегодно принимаем в фестивале участие. То есть с самого начала? С самого начала, да. То есть все 34? Все 34, да. Ветераны, можно сказать? Да, да, да. Мы очень его ждем, готовимся к нему, всегда принимаем участие и неоднократные победители этого конкурса. Больше всех первых мест именно в СИЗО номер 2. То есть можно гордиться нашими сотрудниками, которые… Да, не только в профессиях достойные, но и в спорте, в творческих и вообще просто дружный, хороший, замечательный коллектив. Слушая все это, мне вдруг стало любопытно, а проводятся ли подобные конкурсы среди заключенных и в вашем следственном изоляторе, и, возможно, в других, как это сказать, тюрьмах, колониях? Да, конечно, потому что, как бы они, если даже люди осужденные, они все равно остаются людьми, и все равно их дело заниматься и творческой работой, и спортивной работой и так далее. То есть все эти конкурсы для них тоже остаются. Осужденные нашего хозотряда по хозяйственному служению и учреждения, они тоже принимают участие в всевозможных конкурсах спортивных соревнований между собой, они волейболы проводят, шахматные турниры у нас в учреждении. Кроме этого, они принимают участие в таких конкурсах, как выпуск стеной газеты, всевозможные творческие стихотворения, рассказы посылают на участие в конкурсах. И они также принимают участие в концертных программах, которые мы организовываем у себя в учреждении для сотрудников наших. Например, к 8 марта мы всегда делаем традиционный концерт, и уже осужденные хозотряда, они готовятся к этому концерту, они готовят песни, всевозможные номера, и очень так красиво и достойно выступают. И мы приглашаем их на такие концерты. Потому что именно вхождение в жизнь, как бы сказать, в нормальное заключение, оно должно быть постепенной, вот это вхождение в жизнь, и люди стараются, принимают. Они же выходят так же на волю, и потом будут так же нормальными людьми. Еще один вопрос. А освещались ли раньше в прессе подобные мероприятия, в частности, вот этот фестиваль? Ну да, освещались, но на уровне, может быть, газет, статей, выпуска, кстати, на радио, нет, точно не освещалось на это. А в газетах мы обязательно стараемся опубликовать статью о том, что как мы приняли участие и осветить то, что наша профессия, она не сугубо вот пришел, отстоял на посту, выполнил свой долг, развернулся и ушел, потому что сотрудники, люди, они тоже люди, и им хочется и отдохнуть, и проявить свои и спортивные таланты, и творческие таланты, потому что люди талантливы везде и во всем, и в нашей профессии тем более, потому что они должны быть спортивно подкованы, профессионально подкованы, знать огневую подготовку, и где-то это все применять. А когда применяется это вот в такой нетрадиционной форме, как в фестивале, с кем-то посостязаться, с такими же сотрудниками, с такими же профессионалами, это захватывает, это азарт, понимаете? К этому хочется стремиться, к этому хочется готовиться. Возможно, даже мотивирует на то, чтобы свою профессиональную подготовку повышать. Однозначно, конечно, и тем самым повышается, хочется повышать уровень, хочется, ты занял первое место, отжался 610 раз, значит, на следующий год кто-то еще отожмется 612 раз, а ты должен уже 620 раз отжаться, да. Также и свои творческие способности в КВН. Если мы там, например, один год показали один КВН, обыграли, смотрим, у нас там есть люди, которые показывают уровень выше. Естественно, мы на следующий год будем стараться и свои творческие способности. Кстати, возникает еще один вопрос. А кроме спортивных конкурсов, Сызрань заняла еще первые места в других, там, в творческих, например, в кулинарных? Да, вот именно на фестивале мы заняли первое место в карнавальных костюмах и хотели бы поблагодарить администрацию культуры города Сызрани за помощь и также колледж искусства имени Ольги Николаевны Носовой, директора в том лице, обязательно за помощь, то, что они нам оказали в предоставлении костюмов, потому что наши красивые костюмы, понимаете, карнавал, он обычно такой фееричный, такой веселый. И Сызрань показала в этом году себя вот именно Волгу, красивые вот эти костюмы. И слова Зыкина «издалека долго течет река Волга» выплыли наши девушки-красавицы. Там никто не устоял. Браво, брависсимо! Мы кричали до последней минуты нашего выступления. Вот, и, конечно, мы заняли первое место вот этими красочными, красивыми костюмами. В конкурсе полевой кухни мы заняли третье место. И начальник главного управления Рамис Чабанович Алмазов отметил, мы приготовили обычное блюдо, называется шулюма. То есть шулюмка – такое обычное блюдо, которое готовится из овощей и мяса на костре, все это тушится в быстром приготовлении. Мы как бы не ожидали, не хотели делать, как все традиционно, там, шашлыки, всевозможные там рыбы, плов. И мы решили, ну, сделаем простое такое русское блюдо. Но это мы представили обязательно с песней. Сотрудница у нас, окончившая наш колледж, поставила нам голоса, сделала нам чечёточку. Мы в костюмах русских народных, с деревянными ложечками, с глиняными мисочками, в таком русском стиле. Ну, кто устоял? Кто устоял от этой русской шулюмки? И мы заняли, конечно, третье место с обычным блюдом шулюмка. Вот, то есть мы ни в одном конкурсе заняли призовое место. И в этом, в общем итоге, поэтому вышли на первое призовое место. Здорово, очень здорово. Ну, в общем, я очень рад, что вы пришли к нам сегодня в студию. Вот, и думаю, что расширение аудитории, которая будет знать о подобных вашему конкурсу мероприятиях, я надеюсь, что у этой аудитории изменится немножко восприятие сотрудников силовых структур. Они поймут, что силовики тоже люди. И в системе исполнения наказаний тоже работают люди. И они, как бы, неудобно повторять в радиоэфире то, какими словами порой называют у нас и полицейских, и служащих системой исполнения наказаний. Хочется отметить, что не просто люди, а профессионалы своего дела, творческие люди. И потому что у нас, кроме того, что мы выполняем свой профессиональный долг, хорошо выполняем свой профессиональный долг, потому что проблем с нашим следственным изолятором у города нет никогда. И никаких, по крайней мере, эксцессов у нас за эти годы никогда не возникало, согласитесь. Поэтому это говорит о том... Не знаю, я у вас не был... Это говорит о том, что люди выполняют очень хорошо свой долг. Хотелось бы надеяться, что Сызранский следственный изолятор исключение среди тех, я бы сказал, не очень приятных вещей, которые рассказывают о разных тюрьмах и зонах в прессе. Что в нем нет избиений заключенных, что в нем плохая кормежка, высокая смертность, переполненность камер и прочее, что лично я и многие мои знакомые слышали. Исключено. Я просто хочу сказать, что я пятый год работаю в этом учреждении. Это просто исключено. Выполнение законодательства – это основная задача нашего учреждения. И четкое выполнение руководством и сотрудниками учреждения вот этих вот задач – это самая главная наша задача на сегодняшний день. То есть все, что положено, 4 квадратных метра на человека, все, что положено по питанию, по медицинскому обслуживанию – это все выполняется в рамках закона. Поэтому в нашем учреждении всегда порядок.